Предприниматели Восточного Казахстана заявили, что удорожание и дефицит дизельного топлива негативно сказываются на бизнесе. Представители крупных горно-транспортных, строительно-дорожных компаний, недропользователи и сельхозпроизводители бьют тревогу. Установленный лимит на одну единицу техники не покрывает потребности предприятий. К чему может привести такая ситуация, выясняла Жанара Солханова. В Казахстане наблюдается дефицит дизельного топлива. Вначале оно резко подорожало. В августе нынешнего года цены возросли с 260 тенге до 450 тенге за литр. Предприниматели говорят, ситуация настолько серьезная, что некоторые компании вынуждены приостановить деятельность и отправить работников в отпуск без содержания. Крупным потребителям дизтоплива приходится пересматривать бюджет и привлекать дополнительные средства, лишь бы удержаться на плаву. Социальный риск на уровне района, области, он, ну мне кажется, он ощутимый. Потому что, допустим, в нашей компании работает 120 человек. Это только те люди, которые занимаются управлением техникой. Вот, представьте, 120 человек окажутся временно безработными. Также это может повлиять и на продовольственный рынок. Сельхозпредприятия получают дизтопливо по льготной цене, но и они сталкиваются с дефицитом. Сейчас вот у нас дожди, уборка в полном разгаре. И в настоящее время у нас не хватает дизельного топлива для сушки этой культуры. Как результатом этого может являться дефицит, часть продукции может пропасть. Соответственно, водительный дефицит на рынке подсолнечника и подсолнечного масла. Либо это отразится на цене. В областном филиале партии Ахжол отмечают, что есть риск удорожания стоимости тарифов на коммунальные услуги. Топливо используют теплоэнергостанции, которые производят электричество, электроэнергию, тепло. То есть это таким образом имеет еще и социальный эффект, поскольку мы сейчас можем столкнуться с повышением тарифов на электроэнергию, на тепло. Управление предпринимательства Восточно-Казахстанской области посоветовали всем, кто столкнулся с фактами спекуляции создания дефицита, напрямую обращаться в Министерство энергетики. Мы обратились за оперативным комментарием в ведомство. Там сообщили, что смогут ответить на все вопросы завтра на брифинге. Между тем, местные предприниматели намерены направить письмо в правительство с предложениями включить оптовых потребителей в государственное регулирование цен на дизельное топливо. Также проанализировать ценообразование у монополистов трех крупных НПЗ, начиная от добычи нефти и выявить, на каком этапе происходит удорожание цены на дизельное топливо. Также создать условия для открытия в регионах новых мини-нефтеперерабатывающих заводов. Жанара Салханова, Руслан Ахматалиев, Информбюро Восточно-Казахстанской области.